Урок восьмой. Работа со словами урока. Последнего урока. Когда-нибудь я поеду в Макао. Точнее, полечу на самолёте. Это страна, о которой мне рассказал Алекандро. Я думаю, что не будет большой проблемы найти там казино. И я хочу задать вопрос, Алекандро. Алекандро, как ты думаешь, казино там открыты семь дней в неделю? Если я выиграю достаточно денег, я смогу их хорошо использовать дома, в Словакии. Правда, я никогда не была в казино и не знаю, как там себя вести. Один раз я видела по телевизору, как девушка со своим парнем поженились прямо в казино. Возможно, в Макао так делают многие. А вот найти в Макао ресторан с русской кухней эта задача потруднее. Такой ресторан в Макао есть, но говорят, что меню этого ресторана на девяносто процентов состоит из азиатской кухни и только на десять процентов из русской. Там есть борщ, блины и икра. Я слышала, что жители Макао вежливые и приветливые. Они уважают туристов, но плохо говорят по-английски. Этого я очень боюсь. Конечно, они скажут мне, как пройти к морю и расскажут, как лучше провести время в Макао. Но они не смогут объяснить мне, как определить, что этот ресторан хороший, а тот плохой. Но это не проблема. Всегда можно где-нибудь что-нибудь съесть. Еще я пойду там на пляж. Зачем? Чтобы поплавать, посмотреть на воду, подумать, помечтать. Если будет тепло, я буду спать на пляже, слушать шум волн и дышать морским воздухом. Хотя дома я никогда не сплю на улице. Я люблю просыпаться в своей постельке, медленно вставать и только потом начинать свой день. И вот что получилось. Семь дней достаточно денег на девяносто процентов уважают туристов. Спасибо. До свидания.